Отказ от атома для некоторых стран смерти подобен. Проблема в том, что АЭС распределены крайне неравномерно. Во Франции от них зависит почти 80% генерации энергии. А в Китае, крупнейшем потребителе электричества в мире, такие станции производят лишь 1% энергии. Для развитых регионов атомная энергетика при всей дороговизне строительства и обслуживания в итоге обходится дешевле. С точки зрения замены, АЭС я даже не могу думать в этом направлении, но тем не менее хотелось бы, чтобы те страны, которые в Германии оказались от АЭС, не заменяли их углем и старыми энергетическими технологиями. Но они сейчас просто покупают электричество у Франции, у ближайших стран, которые производятся на АЭС, тем не менее. Пока экологи рассуждают о безвредности ветряков и солнечных батарей, специалисты уточняют, такая генерация в обозримом будущем будет занимать лишь вспомогательную локальную нишу. Солнце и ветер – стихии непостоянные. Рассчитывать на точный объем энергии за определенный период сложно. Чтобы создать достаточную мощность, нужны огромные территории. А для энергоемких производств и предприятий с непрерывным циклом эти факторы критически важны. Впрочем, развивать альтернативу необходимо. Эксперты прогнозируют мировой рост спроса на электричество и рост цен на него. А запасы урана не безграничны. Это все-таки ресурсная база. Потому что, если бы даже не было Фукусимы, не было Чернобыля, то уран-235, на котором сейчас работают реакторы, это примерно так же, как нефть и газ. Он на 100, на 110, ну максимум там 150 лет. Можно прибавлять или убавлять, это не важно. Но его мало. И поэтому, когда мы сейчас строим реактор на 60 лет, то уже после этого реактора может и не хватить этого урана. Подавляющее большинство станций в мире построено 20-30 лет назад. А современные технологии предлагают принципиально новые решения в безопасности ядерных объектов и новые типы самих реакторов. Специалисты предлагают внедрять совмещенные станции с несколькими способами производства электричества. Малые АЭС, умные сети передачи энергии. Осталось убедить общественность. Современный атом действительно может быть мирным. Андрей Кондратьев, Юлия Макарова, РБК.